всем привет я тут небольшой лазерный проект себе нагреб называется посейдон 500 с профессионал шоу лазерная система фирма а.т. лазер да 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 честно скажу никогда не думал что у меня будет что-то подобное потому что данная штука стоит просто охрененных денег просто стоит дохрена но мне посчастливилось ее купить на нашем любимом сайте авито да к сожалению конечно сломанная да 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 вот так это самое конечно там еле-еле конечно дышит зеленый лазер это самое да кстати в этом лазерный проекторе стоит лазерный модуль 473 нм да это как раз был именно проектор того времени где стоял 473 нм и здесь он кстати до сих пор стоит мы разберем сегодня мы разберем и я вам все покажу как сделаны были настоящие лазеры ну не то что сейчас которые данная штуковина весит аж 15 килограмм это самое и честно скажу это самое 15 килограмм я представляю что-то как ведро воды там и еще одно ведро воды вот так как то но когда его поднял когда его поднял его вес реально стал цветного телевизора старого цветом снизу но не лампового а обычно старого полупроводникового и на это я просто охренел это самое то сколько он весит да ну как ни странно это самое это весит только сам корпус да сейчас его включу конечно самое потом мы его разберем кстати сангуру это мы не пришлось отодрать зеркало моего от такого старого лазера да здесь уже ничего нету сразу а зеркало зеркало здесь было отломанное то есть это самое ну очень мне интересно что он хоть хотя бы показывает просто очень интересно было да это конечно я уже забросился да да и чужой я конечно не все еще показалось довольно совсем старым покажу его вот здесь здесь вентиляторы сзади вентиляторы здесь конечно сзади вот все на таких кнопочках довольно старым прибор тайванских до когда-то его пускали ну как написано было со мной и уже тогда давно очень оказывается сиди карты поддерживал но но вот из-за этого он был бешен дорогой прибор просто на просто входа и льда тоже были это самое дым и x и конечно страна не менее дешевые цифровое управление адресами тогда и гипсвич были еще ну короче всего всего до хрена только подключай здесь кстати флешку меня держались кстати я как сказать потерял регуляции громкости да кстати уже пробовал взять к льда к dmx с разговора не работает просто не работает чего-то где-то сломано и довольно хорошо сломано этот кстати он и так он замкнутый то есть сюда включаешь лицам и сразу врубается сейчас я включу и мы продемонстрируем чего вообще хоть показываете так ну чё ж я ставлю видео на паузу вот он так зашумел и сейчас мы посмотрим чем вообще рискует хоть вот здесь загорелись две точки точен три точки самые яркие естественно зеленые вот эти свет выключить самая ярко зеленая так не странно зеленый здесь лазер он тоже очень сильно подсевший 473 и красные лазер они сгоревшие на полностью сгоревшие либо учись 473 истощился кристалл то есть кончился ресурс его службы да чуть-чуть давайте сейчас здесь по нажимаем мы чтобы хоть что-то начал рисовать вот наверно сам сейчас включим и чет он должен вообще немного рисовать вот этот свет вырублю да да 473 кое-где проскальзывает да кстати эту линию не видно еще глазом красным было бля вот телефон да вот так он рисует такие узоры как ни странно до сих пор кстати есть на телефоне кажется на телефоне конечно кажется что зеленый мега яркий нет на самом деле он сожалению тусклый сожалению на самом деле тусклый телефон достал уже да и кстати так он ярко не кажется и кстати вот синий и красный кстати глазом едва видно то есть телефон реально преувеличивает очень сильно вот таким уже узора рисует сразу говорю узоров здесь реально до хрена б вот почему телефон вид красный ну на самом деле красного там нету может конечно здесь какой-нибудь 671 вместо красного стоит да вроде бы как видно то что на узоре полу полоскам то есть вот диодный модуль стоит так ладно не будем мы все узоры пересматривать и здесь реально просто до хрена но все-таки сами подумайте то сколько он стоит сюда впихнули в то время все все что можно да сейчас выключим а ну давайте спереди да кстати еще что хотел сказать забывая еще обычно сказать хочу вот если на зеркальке посмотреть то красная там линия то есть вот как многомодовый да чуть хотела сказать то есть данный лазер первое из того что он стоил и из-за чего он стоит дорого точнее и раньше даже стоило до хрена я не знаю сейчас сейчас я их не упускаю это потому что ну то есть вот название посейдон это говорит о том что здесь поставлен синий лазер то есть это реально была редкость синий лазер то есть 473 он конечно голубой но лазерам шоу кажется как синий но уже им когда лучше проходит самое то есть такой небесный самое то есть в то время на сто процентов не было 445 на метров 450 и по моему 405 на метров не было то есть это реальный раритет то есть это самое то есть был синий лазер вот из-за этого скорее всего называть посейдону то я уже забыл конечно чуть смотрим по моему связано все такое стоит голубой лазер еще еще раз сейчас я вам покажу со всех сторон его да вот такая штука такая чтобы честно никогда не мечтал купить вообще даже что у меня чё-то подобное будет просто реально до хрена стоит продала мне его на вид на сайте обита рок-музыкант который занимается музыкой вообще судя по общению очень обалденный человек это самое и по сути видим видимо в то время губа у него была реально не дура купить подобный аппарат походу когда покупали походы реально у их не группу был успех и как ни странно это самое раньше как сказать основательные подходили самые к песням к шоу это самое не то что сейчас у нас по крайней мере это самое раньше вроде как есть какой-то успех у кого-то был старались реальный реальный какие-то штуки купить такие прям реально обалденный которые действительно оставляли реально охрененные просто впечатление я не знаю конечно может быть может быть и сейчас есть вот если на уюту полазить самое там действительно ну генд в германии да там проводятся такие шоу ну можно сказать и по яркости и все такое ну просто раньше как-то проводились open-air и праздники всякие там лазерные шоу ну то есть там по телевизору рекламировали сейчас почему-то это вроде нету ну чё ж дальше мы его разберем дальше кстати вниз не поглядь не показал вниз своем не спорта да кстати вот это вот все вот это вот это все вот эти вот вставки вот это все вот не поверьте этот реально такой толщина алюминий наверное 4 миллиметра то есть весь корпус да вот по периметру да вот это толще по моему даже это самое весь из алюминия то есть это самое реально тяжелый сейчас я вот так поставлю из зеркальки мне помять вот этот лист на нем стоит лазерные модули это он тоже из толстого алюминия то есть весь корпус то есть если он даже упадет откуда-то и сама скорее вам пора ломит сцену наверное не разобьется так теперь точно следующий видео про разбор будет ну то есть следующая часть так вот пришлось купить вот такой тамбор ключей и подходит здесь вроде бы даже здесь кстати шестигранники стоят по всем углам и их надо откручивать так а и Продолжение следует... 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 Так, вот это вот драйвер зеленого, тоже аналоговый, здесь тоже встроенный, как и в 650 нм, блок питания на 220 прям наверху, наверху на 220 блок питания, который залитый эпоксидкой, а ниже сам драйвер модуля, да, в данном случае зеленого. Так, вот это вот драйвер, это драйвер красного, тоже аналоговый, да, и, кстати, вот здесь, вот все они, конечно, когда я его привез, первый раз открыл, посмотрите, что там хоть такое, много пыли, все такое, то есть, вот эти все, они были разболтаны, шатались, ну, то есть, раскручены все были, вот это тоже раскручено. То есть, я так понял, быть может, какие-то проблемы были, сюда залезли и спалили как раз в 470 нм, хотя, судя по тому, что он еще более-менее, ну, не скажу, что более-менее, едва светит, да, вряд ли, конечно, так сделали, скорее всего, просто со временем разболталось. То есть, зеленый здесь вот так более-менее светит, и, то есть, все-таки его использовали. Так, вот так, поближе, модули, это красный и 473 динаметра, зеленый есть. Так, что еще? Про плату, возможно, потом расскажу чуть-чуть, но мне что-то подсказывает, то, что это как раз, как раз вот на этой микросхеме зажирты узоры, я так думаю. А вот эта вот плата, это, скажешь всего, управление LDMX, ну, я так, по крайней мере, думаю. Так, а вот это вот, вот эти вот две платки мизерных, это платы сканеров, вот этих, да, вот так, они здесь отдельно, то есть, это самое. Видно, как, короче, устроено, то есть, не на одной большой плате, а все раздельно сделано. Вот сами сканеры, честно говорю, документацию смогу мягким, поэтому не могу сказать, сколько они там, чего там. Так, сейчас я припру отвертку, вот, и я вам покажу, что под этой коробкой. Кстати, сразу скажу, реально охренеете, что здесь? Да, то, как сейчас это стали делать, а то, как делали раньше. На это просто можно охренеть, на саму прочность, имеется в виду. То есть, так, ладно, можно снять? Забыл, как я ее снимал. Ладно, сейчас я вот эту балку откручу, так, здесь, болтик, так, ладно, давайте пристану, вот открутил я, все, стегранник гребаный, и теперь его можно разобрать. Да, это, кстати, все реально толстое. Вот тоже, смотрите, какая отличная алюминия, там вентиляторы. Здесь, кстати, стоят фильтры от пыли на вентиляторах, то есть, все предусмотрено. Так, и надо вот там вот эту штуку вытрать. То есть, а, стоп, здесь еще один зараз, шестигранит. Как же я, нахрен, не заметил. Благо, он не страшно делается. То есть, разболтанный остался. Бл***ь, еще один, снизу, зараза, блядь. Да, он, блядь, снизу, один, сцепи, еще один. Ну, какой, блядь. Так, вот, мы вынули эту штуку, тоже, которая очень толстая. Так, и что ж, теперь можно будет, ну, конечно, можно коробку снять, но я еще хочу снять вот эту штуковину. Видите, какая толщина, то есть, на сове сделана. Ее мы тоже отбросим на диван. И теперь мы добрались вот до этой штуки. Это РГБ-система. Мега-прочная. Мега, мега, как сказать, толстая такая подковина, но не подковина, а станине из алюминия. И вот, если то, поглядите, через зеркала к зеленому. Да, это, кстати, красный. Это, кстати, РГБ-система здесь мега-продуманная, сразу говорю. Сейчас объясню, почему. Да, кстати, вот этот вот кожух, кожух из металла, наверное, двойкой, я так думаю, да. Два миллиметра. Тяжелый такой, блядь, массивный. Да, почему здесь РГБ-система, давайте-ка продумаем. Да то, что здесь зеленый, зеленый лазер, у которого это самое, есть помимо излучения зеленого, еще и излучение инфракрасное, которое, ну, нежелательно бы для людей и, ну, для людей и животных. Ну, точнее, кто смотрит на данный лазерный швов. То есть, и поэтому, да, кстати, и у 473 такое же есть излучение, потому он как, тоже твердотельный. Поэтому здесь сделали очень довольно-таки интересно. То есть, зеленый, он проходит через синий, через синий зеркало, это самое, и проходит, и отражается красным на сканирующую систему. Да, вот так сделано. Также 473 отражается от своего зеркала и отражается красным зеркалом. То есть, все излучение, можно сказать, вредное, да, хотя, если так разобраться, мощности здесь особо-то никакая у него. То есть, побочный эффект инфракрасного излучения от 473 и от 532 на зеркалом модуле, он отфильтровывается вот этими зеркалами. То есть, это самое, то есть, он проходит мимо на корпус, отражается только видимый спектр. Так, и, то есть, максимально безопасный для человека сделано. Да плюс он, к тому же, еще аналоговый. Представляете, насколько безопасной установкой является уже. То есть, в отличие, как сейчас делают, сейчас, ну, вы знаете, как сейчас делают. Не буду я здесь объяснить, что я лишний раз буду объяснить именно проект. Так, вот он, сам сканер. Да, вот он, таких он. Да, вот здесь, самостанин, она где-то, блин, ну, наверное, миллиметр четыре. Самостанин, на которых ставят модули и RGB-система из зеркаликов. Вот платы сканеров, еще раз. Так, и лазерный модуль красный. Вот давайте мы поглядим. 655 МРЛ. Ну, 655, это уже, понятное дело, чего. 655, ну, 655 нанометров он. Так, и приблизим, попробуем, вот, почитать, что он здесь. Ну, чтобы вам видно было. Я-то вижу. Так, 655 и 671 нанометр. Вот, может, кто видит. А, стоп. 635 даже. 500 милливатт. Да, вот так, повер, 500 милливатт. Вообще круто. А, не, пи-а-а. Ну-ка. Так, вер... Короче, что-то написано. Ну-ка, сейчас, секундочку. Короче, написано, типа, знак больше стоит, и 500 милливатт. А частота 635 нанометров, вот, указано. 635 и 671. Ну, хрена, есть, конечно, он действительно может так модулироваться, там, от 635 до 671. Вот, прям, вообще круто, я вам сейчас скажу. Просто это, ну, охрененно, если он действительно может так модулировать. Ну, вместо того, то есть, менять оттенки красного. Начиная с оранжевого 635 нанометров, и кончаю ультра-красным таким 671. Это, конечно, прям очень здорово. Конечно, мы, так как он сгоревший, мы его, естественно, сейчас откручиваем нафиг, чтобы он нафиг не мешался здесь. Да, кстати, видео про то, что я его разбираю. То есть, я снимаю эти модули, вообще все. То есть... И потом, естественно, мы их, конечно, разберем. И, естественно, их попробуют ремонтировать. То есть, ну, скорее всего, это станет очень дорого нафиг. Поэтому, скорее, возможно, я их даже заброшу, их не ремонт. Так, сейчас мы его открутим. Да, вот здесь, кстати, вот все стоит на таких вот охрененно толстых уголках. Вот все модули стоят. Просто, блин, сколько? 8 миллиметров, наверное. Вот так вот раньше было сделано. Так, ну чё ж, отворачиваем. Нифига себе, не отворачивается. Реально не отворачивается. Сранец. Хорошо затянут. Да, мы сдаем. Ослабил я болтики, чтобы не тратить. Лишний раз, может сказать, памятильный. Потому что снимаю его в важне качестве. Поэтому, решил я я приостанавливаю время от времени. Точнее, буду приостановлять время от времени видео. Чтобы, кажется, все уместилось в меня. Так, вот это ганчика. Вот здесь. Вот телефон. Реально фигню маяться. Так, ладно. Сейчас мы его вынем. Да, что-то я уже колотить его на что он красный. Вот. Телефон задолбал. Задолбал. А что ж, линзочка. Вот. Такая там линза широкая. Но, в принципе, как и в моем. 600... Какой 600? 1000 милливатт. 655 нанометров. Которые... На которые, кстати, тоже делал обзор. Да, конечно, это самое. Действительно, я его смогу отремонтировать. Я действительно поставлю свои модули. Но смысла, конечно, нет уже этого. То есть, у меня есть свой проект. Это самое. Для которого все это дело покупал. Ну, имеется 473, 650. И я буду развивать его. То есть, если, конечно, мне получится сделать. Действительно. Купить кристалл, допустим, 473 нанометра. Это самое. Установить его. Это самое. Либо заменить инфракрасный диод в нем. Я, конечно, это сделаю. Есть, конечно, это не сверхдорого. Так. 473 нанометра. Смотрим, сколько. Какой мощности. 500 милливатт. Вот 473 нанометра написано. Вот сразу говорю. Если он 500 милливатт, 473 нанометра. Стоимость этого модуля. Сразу говорю. Купишь квартиру. Так, ну чё ж. Сейчас мы его тоже снимем. Я, кстати, болтки ослабил. Конечно. Все эти... Конечно, когда буду разбирать, все дело, естественно, сниму. Для таких любопытных, как я. Зараза, шлепнусь уже. Там поневоле все отлетит. И крисал, и все подряд. Да, кстати, я его здесь прикрутил немного. Вот. Вот 473 нанометра. Просто, так сказать, обалденной мощности. Вот так он выглядит. Вот такая вот дурочка. Сейчас, конечно, я вам покажу линзочку. Уже у меня любопытный. Ну, я думаю, в основном меня смотрит тот, кто действительно тоже любит подобные штуки. Вот. Вот такая там мелкая-мелкая линзочка стоит. И, ну, у него реально тонкий луч. То есть, через 473 нанометры очень тонкий луч. Порядка где-то 1 мм где-то. Самый лучший самый. Естественно, очень маленькая яркая точка. А у этого, сейчас говорю, не довелось увидеть мне. Рабочий такой, 473 нанометры. Сейчас, продолжаем кабинет. Это лазерный проектор. Вот я открутил его все-таки. Да, кстати, если действительно его ремонтировать, этот модуль, представляете, сколько надо мощности, чтобы достичь выходной мощности 473 нанометра в 500 милливатт. Это, ну, если вот даже банально подсчитать это самое, для того, чтобы создать 100 милливатт частоты 473 нанометра, нужно целых 10 ватт. 10 ватт мощности нужно подать на кристалл, ну, который удвоевает частоту. Представляете, сколько нужно на 500 милливатт, чтобы получить выходную частоту 473 нанометра и мощность в 500 милливатт. Это просто реально дохрена. Да. То есть, это целых, наверное, 5000 милливатт. Стоп, как это? 5000 милливатт. 50 милливатт. Блядь, уже. Блядь, вот запутался. Так. 10 ватт. Так, 50 ватт получается. То есть, надо подать на кристалл 50 ватт мощности. Да, это просто охренеть. Лазерный диод 50 ватт мощности, инфракрасное излучение, которое будет накачивать 473 нанометра кристалл. Стоит тоже реально дохрена. Порядка 60 тысяч рублей. И это только на Алиэкспресс. Да. Где-нибудь в другой месте, он, возможно, стоит еще дороже. Это самое. Да, я говорю про лазерный диод 808 нанометров частоты. То есть, это реально не диод уже будет, а лазерная линейка. То есть, вот такая где-то балда будет стоять. Ну, кажется, когда мы его разберем, все посмотрим. Че там и как там. То есть, ну ладно. Про него можно рассказать очень-очень долго. Очень долго рассказывать можно. Да, ну, конечно, если здесь каким бы образом уцелел этот диод, который стоит 60 тысяч рублей, здесь, ну, значит, что-то горело другое. То есть, скорее всего, истощился кристалл. 473 нанометра. А, алюминиевый итаревый гранат. Вот, во, 473 нанометра стоит алюминиевый итаревый гранат, который удваивает частоту. Вот именно на него надо подать 50 ватмойстисти. То есть, либо 50 тысяч милливатра. Чтобы накачать 473 нанометра кристалл. Так, ну че ж, едем дальше. Откручиваем зеленый. Да, еще раз говорю. Всем 0. Разберу, покажу, естественно. Че там внутри, во всех этом. Будут отдельные видео. То есть, так же будут видео в линейку, как и лазерные проекторы. То есть, это самое. По очереди я буду редактировать эти видео. Ну вот, открутил я зеленый лазерный модуль. Вот так он выглядит. На нем, кстати, нифига ничего не написано. Я так понял. Он довольно-таки очень старый. То есть, ни бумажки на нем, ничего нету. Вот как-то так. Ну, на жопе зато не тесар стоит. Как на красном, по-моему. Да и сделаем он вроде, чем-то похоже на красном. Да, драйвер, кстати, я красным скрутил. Вот он выглядит. Ну, как драйвер красного, наверное. На который я делал обзор. Про 650 нанометров, который я делал обзор. Конечно, к тем модулям, который я делал обзор, я ни в коем случае данный лазер подключать не буду. Потому что, афига знает, что сейчас, а что, можно сказать, до моего рождения, так сказать. Как делал я. Я же не знаю, какие там были стандарты. То есть, это самое действие. Такой штекер. Чего я знаю, может там. То, что должно быть, должно идти к элементу пельтье, может быть, идет на диод. И поэтому все спалишь, нафиг. Где бы еще есть возможность сжечь сам драйвер. Да, кстати, здесь система ниппеля, его по-любому меняли. Да. Вот эту систему, ее, оказывается, меняли. То есть, уже обрезали все это дело. Когда-то, видимо, зеленый сгорал уже. Я так понял, поставили другой. И, ну, я так понял. Либо, либо драйвер другой. Да, скажи, что драйвер другой поставили. Я так думаю. Потому что зеленый, вроде как, как будто такой должен стоять. Так, ну че ж. Драйвер 473 нанометра. Вот, модуляция к нему. Аналоговая. И, охрененный, охрененный километр, километров 10, наверное, кабель. Скрученный здесь. И подводится вот сюда, да, штекером. Да, кстати, сам проектор, он модульный. То есть, вот на таких блок питаниях. То есть, все есть модульное. Так сказать, и все отдельно. Все отдельно. Вот под этим компьютером тоже блок питания стоит. На 473 нанометра. Вообще отдельное блок питания. Вот такой вот пластмассовый хомут, он прижатый. Хомут какой? Нет, хомут, кстати, тоже пластмассовый. Да, вот так вот все это дело выглядит. Еще раз, конечно. Так, ладно. Отсоединю все-таки драйвер. И покажу подробней. Конечно, мне, сразу говорю, мне ужасно повезет, если здесь какие-нибудь детали сгорели, вот такие вот копеечные, да, которые, ну, не дают, там, пусть у меня 473 нанометра разгореться. Мне ужасно повезет в этом тогда. Ну, что-то мне, ну, я знаю на 100% буквально. Такой шанс, впадает, блядь, один на миллион, блядь. Чтоб действительно какие-нибудь там транзисторы сгорели. Как сказать, такой вещи. Ну, то есть, он хорошо охлаждается. То есть, сгореть здесь никак. По сути, вот имеется, вот, там, какие-то мелкие детальки, чтобы сгорели. И, естественно, сам мудрый, он охлаждается элементом пельтья. То есть, мне крупно тогда повезет, если такое действительно случится. Ну, чудеса бывают, но бывает редко, естественно. Ну, что же, порассказывать, конечно, можно. Вот здесь, кстати, тоже все это дело идет вот такой пучок. К нему подсоединяется все. То есть, и питание, и питание, то есть, питание самого блока питания вот этого, вот этого блока питания, они связаны таким, ну, хрен, давным дешманским кабелем, как, примерно, на магнитопонах используются. 473 нанометра тоже... Не, 473 нанометра прям вообще основательно. Такой-то на 220 кабель уже, с вилкой, можно так сказать. Все это захреначили. Ну, то есть, не стали до питания разбирать, а захреначили, как он и есть. Потому что 473 нанометра тоже довольно легко спалительно. Как и в основном, любые твердотельные. И диодные лазеры. Ну, как бы это, трудотельно накачиваться в видеодах. То есть, от статики они могут сгорать. Поэтому здесь решили не рисковать. Если максимально делать безопасно и прочно. Ну, чё ж, кому-то чё-то не понравилось, конечно. Действительно, если чё-то у вас подобное появится, я с удовольствием посмотрю видео других людей, которые про подобные вещи расскажут. Да, я, честно говоря, вот, как ёбнутый буквально сижу в ютубе иногда, и ищу подобные видео. Не только русские, вообще, с любых стран. Мне просто реально прёт такая техника. На меня реально интересно. Интересно. То есть, если у кого-то, чтобы сказать, что-то подобное есть, с удовольствием посмотрю. Просто кидайте ссылку в комментариях. Так, ну чё ж, всем пока. То есть, это самое. Естественно, на это всё дело. Видеоклип, конечно, никакого не будет. Потому что, это самое, как... Буду я восстанавливать, не буду. Это, как сказать... Ну, неизвестно. Просто неизвестно. Очень дорого. Реально дорого. И вот, знаете, реально дорого. То есть, если вот бренд тоже красный, вот это, да, самое... На Алиэкспресс он стоит тоже реально дохрена. Ну, порядка до числи... С лишним тысячи, где-то. Ну, у нас в России заказывать его где-то. Тут тоже, наверное, не ешь его выйдет, на... То есть, наверное, цену заломит. За 1 ватт или за 500 милливатт. 473 на метр. Я вообще молчу. Это вообще просто пиздец, нахуй. Уже где-то, да... К миллиону, нахуй, его ремонт. То есть, если действительно 473 на метр здесь менять. И именно 500 милливатт. Сразу говорю. Реально надо быть богатым человеком. Конечно, можно поставить 100 милливатт. Ну, который у меня есть. И 650 милливатт. Ну, тогда данный проектор... Ну, как сказать, мы потеряли свой смысл. Да, потому что... То есть... Уже, как сказать... Уже не... Человек, допустим, который ожидал какие-то подобные эффекты увидеть, да? От данного проектора. Ну, данный проектор способен именно с такой мощностью делать те эффекты, на которые он запрограммирован. То есть, со 100 милливаттами... Ну, уже не увидишь того, чего должно быть. То есть, того лазерного шоу, это самое, лазерных эффектов, которые должны быть именно. Там, смешение цветов, они же ведь все аналоговые. То есть, поэтому это все дело очень дороговато и бессмысленно. Вот, как-то, видимо, человек, который мне порадовал, это самое... Видимо, может быть, он знал, что это действительно реально до хрена встанет. Может, просто купил себе новый, помощнее, покомпактнее, полегче. А может, просто забил на это дело. То есть, просто... Просто... То есть, его ремонт встанет реально до хрена. Поэтому неизвестно. Буду я встанет или не буду. Хоть может, конечно, данный корпус возьму какие-то свои проекты. Ну, потому что он прочный, надежный и ровный станина. Конечно, вентилятор, сразу говорю, что на драйверх от самой... Здесь все менять надо. Просто все. Они все тщат, джужат. У них подшипники разболтаны и все такое. Так, вот это чуть-чуть. Немного показать. Ну, там ничего особенного нет, в принципе-то. Да, ничего особенного нет. О, бля. Как придумали. Может, где-то... Может, где-то ползи здесь стояла. Чейка знает. Такого... Такого обычного не видел. Обычно целиком все на шлиф рассчитывают. Так... Какие входы? Почему? Ворги по цветам. G5. Давайте посмотрим, откуда здесь хоть модуля цветы идут. Так, черный... Куда дойдет? Так, вот... Засранцы... Все делают настолько хитро, нафиг, блядь. То есть, вот эти все провода, провода модуляции, да? Это самое... Что от зеленого, что от красного, что от 473 нанометра, они доходят до сюда, а потом, бля, идут, короче, вот по этому шлифу, по белому уже, блядь. Короче, куда-то вот сюда, бля... Да... Они идут куда-то вот сюда. Скажи, всего, вот они. Да. Стоп, вам... Муж вот эти? Чуть нифига не похоже. Здесь белый шлиф такой тонкий идет. Да. Вот. Маш, вот. РГБ. Чего? Б, А, плюс, Г. Вообще круто. Короче, если не знаешь, хрен поймешь. Ну, что ж, еще раз. Смотрите на это, что, на технике. Да-да, я немного потянул видео. То есть, в зеркалах здесь вообще ничего особенного нет. Просто-напросто. Это, похоже, зеркала, дземэ, можно взять, скажем так, ну, вот, с такого вот колеса. и дешево. И дешево там, блин, раз, вот, кстати, даже синий остался. Да. Купил вот такое колесо, рублей 400 или 800, да, столько цветов всяких, нафиг. Я ж не хочу, можно так сказать. То есть, там, здесь сделали вот именно так. То есть, может, ничего особенного. Ну, конечно, то, что вот эта самая платформа просто по прочности удивляет. Я реально прочно сделаю. Черт. Теперь точно всем пока. До свидос. Продолжение следует...